Если взять кусок кожанки, кнопки, ножницы и клей, и ещё чуть-чуть терпения, можно сделать портупель. Бумажники, ремни, чехлы для часов и ножей – всё это не фабричная штамповка, а ручное производство. Денис Беломестных по профессии ветеринар, однако уже более пяти лет работает с кожей. Специальную технику изучал самостоятельно по книгам. Добавлял что-то своё, усовершенствовал процесс. Говорит, теперь может браться даже за самые сложные изделия. Буквально сегодня закончил заказ. Это чехлы для топоров. Делаю их. Ну, это просто. Вот уже вот это вот изделие, чехол на смартфон, он уже выполнен вот именно в такой технике обработки кожи, рельеф. В процессе изготовления умелец не использует пресс и лазер. Ножницы, резачок, кожа, фантазия и руки мастера. Кстати, многие инструменты для работы Денис делает сам. Авторские вещи рождаются прямо здесь, в домашней мини-мастерской. В тонкости кожевинного мастерства ремесленник посвящает сына. Он первый и самый прилежный ученик. Мастерство не сильно сложное. То есть, в принципе, им легко обладеть этим мастерством. Я сделал себе часы, ремешок для часа, точнее, кошелек. Вот часы. Вот чехол для смартфона. Такой простой. То есть, не сильно сложно делать. Сейчас Денис планирует сделать книгу с чистыми страницами, одетую в кожу, чтобы хозяин мог написать историю своей жизни или изложить авторские стихи. Его работы уже известны в Москве, Санкт-Петербурге, Германии и Франции. В основном свои изделия автор дарит. Признаётся, их пока немного, чтобы выставлять на продажу. Кожаные чехлы под ножи пользуются особой популярностью у местных деревенских охотников. Денис мне подарил для ножа чехол, сделанный своими руками. Очень хороший чехол, дюжит хорошо, крепкий и износу мало подлежит. Очень нравится он мне. Денису очень благодарен. Прям подарок от души. В будущем мастер мечтает открыть цех по массовому производству, эксклюзивных изделий ручной работы, создать для деревни новые рабочие места и делать вещи с душой, которые прослужат владельцу не один год. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.